всем привет с вами новости это давненько я ничего не делал не было времени но вот новость о которой думаю вы все слышали а если не слышали то смотрите этот небольшой обзор и так прошла самая большая презентация компании google в 2018 году и называлась она google о 2018 вот которая как бы продлится до сегодня а сегодня это 10 мая вот но основные два дня уже закончились вот и что же предоставила или представила или презентовала компания google ну первое чем у нас там первое первое это искусственный интеллект и gmail раньше в телефонах искусственный интеллект от google нам подсказывал что набирать там вплоть там даже до предложения то есть мы могли набирать получателя там из искался там либо в телефонной книжке либо еще где-то ну в общем как бы нам была помощь при наборе сообщений и приемное указание адреса то вот кроме всего прочего этот искусственный интеллект уже научился оканчивать за нас предложение в gmail эту функцию назвали smart компоуз вот в примеру в google фото искусственный интеллект будет предлагать нам различные действия то есть мы можем смотреть какие-то фотографии друзей и google фото google фото может может распознать даже там друзей и предложить им отправить это поделиться с ними этой фотографии вот также в гмэйле появится возможность как мы видим вот на картинке что-то там написать и будут предложены какие-то варианты сообщений то есть якобы будет что-то писать но тут даже не знаю что сказать я думаю все уже знакомы с такой замечательной функции t9 которая часто пишет совсем не то мы привыкаем к этому и видим начальные там буквы какого-то слова которое мы хотим отправить но на самом деле под конец отправляется совсем другое и приходится и приходится приходится извиняться например такое думаю с кем-то из вас было вот насколько будет работать этот функционал посмотрим вот google фото что google фото как я уже сказал google фото сможет опознавать фотографии и находить среди их ваших друзей и как бы предлагать мол отправит ту фотографию своему другу что-то такое также там когда функция превращать фотографию документов pdf файл зачем я не понял этого но наверное имеет смысл возможно этим не пользуюсь поэтому и не знаю зачем фотографии в pdf файл также говорят будут доступны различные инструменты для редактирования фотографий то есть можно будет обесцветить задний фон фотографии и выделить центральный объект а если наоборот черно-белая фотография то можно и загрузить и добавить цветов но эту говорят все эти новые функции станут доступны в течение пары месяцев что нам там дальше google assistance вот что это такое google assistance если кто не знает то это такой умный персональный ассистент разработанный компанией google и был представлен 18 мая 2016 года вот этот ассистент позволяет нам там управлять писать сообщение запускать или программы то есть с помощью голоса узнавать погоду ну я особо не тестировал ну как бы он как бы ассистент да там по аналогии как у айфонов есть сири вот кстати кстати google assistance написано написано си плюс плюс но это так вот и что же но в этом google assistance ассистент сейчас говорят он выйдет на более чем 5000 новых устройств и главное получит поддержку 30 языков ну как бы поддержка там и так не маленькая но в ближайшее время google ассистент заговорит шестью новыми голосами и инженеры google серьезно поработали над тем чтобы этот помощник звучал более натурально и говорят говорят будет интересно конечно протестировать это говорят что можно попросить ассистента забронировать столик в ресторане и он самостоятельно позвонит заведение пообщается с администратором сделает заказ не знаю как у нас возможно у них это сработает у нас не знаю следующее нововведение это то что нам не нужно постоянно во время делу говорить окей google вот то есть для запуска assistance ассист этого помощника короче надо было обычно говорить окей google он там включался жрал батарею и все такое потом опять окей google но вот здесь говорят уже не надо говорят что этот google ассистент сам поймет с ним идет разговор или нет google news получит новый дизайн и научиться подбирать статьи с учетом ваших интересов вот так вот андроид п про android п я думаю вы уже слышали так вот что такое android п но android п это новая операционная система от google и какое там отличие ну в то что написано в википедии новый пользовательский интерфейс для быстрого меню настроек что-то там такой часы куда-то сдвинулись зарядка батареи что-то там как-то уже не так отображается но в общем ну не особо каких-то фич описаны в википедии но вот что стало известно из презентации так это то что в android п добавится система искусственного интеллекта которая сможет значительно увеличить время автономной работы вашего смартфона этот android п будет 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 я так понимаю следить за активностью всяких там приложений и если они не используются отключать хотя это вроде раньше было работала ну как сказать работала не у всех и и них и и не в ту сторону работала что еще разработчики добавили функцию адаптивной подстройки яркости научив ее понимать предпочтение пользователя а также добавили режим автоматической регулировки производительности посмотрим посмотрим загрузить вот эту android п можно будет владельцам 12 смартфонов ну имеется ввиду модели они всего лишь 12 людям да это возможно топ менеджмент гугла и какие устройства они перечислили это сэшенал фон google pixel 2 google pixel 2 xl короче я так понимаю все google pixel дальше nokia 7 плюс дальше какой-то оппо r15 про ни разу не слышал что это за телефон дальше sony xperia xz2 далее в его x21 уд ксаоми mi mix 2s и one плюс 6 в android п появится функция digital в бинг которая с точностью расскажет как именно вы используете свой смартфон течение дня как будто бы я сам не знаю как его использую но окей как говорится и благодаря этой функции можно контролировать время работы с экраном а также узнать какие приложения вы запускаете чаще всего чтобы на основе полученных данных ограничивать сеансы взаимодействия со смартфоном смешно ну да ладно android p ограничить доступ сторонних приложений к информации о сетевой активности но это уже более менее что-то вот и и и и как это будет ограничено толком толком еще не известно но на данный момент любая установленная программа может без вашего ведома узнавать когда и при помощи какого приложения вы выходили в сеть и вот это вот android p за банит в общем там еще ряд каких-то функций но лучше дождаться уже официального релиза потому как на конференциях говорится одно а в релизах это уже немного другое сейчас доступны для определенных моделей предзагрузка да там на девелоперская версия так сказать вот для тестирования но как мы видим гнус масса в списке нет посмотрим что будет дальше возможно его и добавят кое-что добавилось google lens не знаю правильно неправильно читаю но что такое google lens это позволяет пользователям с помощью камеры смартфона узнать информацию об окружающих их объектах например сервис умеет опознавать достопримечательности показывать время работы интересующего заведения очень интересно опять-таки заведение сами должны давать где-то информацию об этом вот у нас может быть и будет работать когда-то лет через 80 или 60 но я думаю вот там за бугром все хорошо работает также показывать отзыв посетителей при наведении камеры на вывеску ресторана тоже очень неплохо навел себе такой последний сколько работает время работы отзывы почитал почитал и добавил свой отзыв знаете бывает и такое как бы не был но осуждаю не видел но осуждаю почитал и сам такой да тут такое блин это так это такое так также позволяет этот google lens подключаться к вай-фай используя снимок логина и пароля удобная штука создавать контакты с помощью фотографии визитки и переводить текст с изображения так 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 то есть это вообще возможности google lens но говорят он теперь будет доступен для большинства пользователей вот то есть там насколько я понимаю было ограниченный доступ но теперь 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 все будет получше так вот я говорил о google lens и и и и и зачем я об этом сказал потому что google maps будет добавлена вот это как раз функция из google lens которая с помощью которой мы сможем узнать больше о окружающем нас мире то есть мы можем запустим google maps точно также там навести куда-то я так понимаю камеру и нам мы получим информацию объекте и и если мы запутались говорят да там мы идем с помощью google maps куда то вот если мы запутались достаточно вот поднять телефон смартфон и вот эти вот такие красивенькие стрелочки нам покажут куда нам идти это из фич таких да то есть google street view вот но там из фич не просто стрелочки мы можем идти смотреть куда нам идти а когда мы подымаем наш смартфон то включается google street view и мы можем уже визуально конкретно видеть правильно ли мы идем то ли на том ли мы месте ну и все такое вот но это такой краткий обзорчик по возможностям по новым фичам когда это все выйдет и будет доступно я думаю вы уже сможете более детально почитать о всех возможностях поэтому я например сейчас зайду и обновлю если для моего телефона будет доступен google лэндс google assistance ну и для себя попробую что-нибудь там поговорить и и и и посмотреть поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое всем спасибо за внимание еще раз всем пока